Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Жители Хабаровска выбирали 9 сентября мэра города. На избирательные участки пришли почти 144 тысячи человек. Это 33,5% избирателей. Кандидатов было четверо. Победил Сергей Кравчук, представитель партии «Единая Россия». Свои голоса за него отдали около 40% избирателей. Сергей Безденежных, кандидат от ЛДПР, набрал 20% голосов избирателей. Результат Максима Кукушкина, которого выдвинуло КПРФ, более 23%. Кандидат от «Справедливой России» Никита Михалев получил около 10% голосов. Сегодня Сергей Кравчук и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской подвели итоги избирательной кампании в Хабаровске и в муниципальных образованиях края. С подробностями Антон Петрович. Сергей Кравчук – кандидат в мэры Хабаровска от «Единой России». Он входит в региональный совет партии. В городской администрации работает с 1997 года. Начинал начальником отдела эксплуатации жилищного фонда, а в 2017 году был назначен на должность вице-мэра. Во время избирательной кампании Сергей Кравчук позиционировал себя как человека из команды Александра Соколова. На встрече с журналистами он подчеркнул – кадровых перестановок в системе управления городом ждать не стоит. Мэр города Хабаровска Александр Николаевич Соколов сформировал такую команду, которая сегодня сделала Хабаровск самым лучшим городом в России и на земле, я могу сказать. И поэтому зачем менять то, что сегодня работает? 9 сентября помимо мэра Хабаровска выбирали еще более 50 глав муниципальных образований. По словам секретаря регионального отделения партии Сергея Луговского, для «Единой России» эти выборы прошли успешно. Из 52 мандатов глав городских, сельских поселений, 36 – это наши мандаты, это только «Единая Россия». Остальные – это мандаты, на которые выдвигались самовыдвиженцы. То есть один только мандат мы проиграли. Что касается Сергея Кравчука, то пока он продолжает занимать пост вице-мэра, к исполнению обязанности градоначальника он приступит только после официального вступления в должность. Это должно произойти на следующей неделе. Явка на выборах мэра в Хабаровске 9 сентября превысила 33,5%. Самыми активными оказались жители центрального района, совсем немного отстал Кировский район. Явка в этих районах превысила 36%. Более 32,5% избирателей проголосовали в железнодорожном районе города. Почти 32% составила явка избирателей в индустриальном районе Хабаровска. В Краснофлотском районе на избирательные участки пришли более 30% избирателей. Действующий мэр Хабаровска Александр Соколов баллотироваться на новый срок не стал, однако своим избирательным правом воспользовался. Праздником вас? Праздником вас праздником. В таких случаях говорят трудовые будни, праздники для нас. Александр Соколов впервые за последние 18 лет пришел на выборы как обычный избиратель. Его участок находится в Доме ветеранов на улице Пушкина. Александр Соколов отметил, быть мэром – это сложная работа, которой нужно заниматься круглые сутки. В разговоре с журналистами Александр Соколов поделился, какими качествами должен обладать его преемник. Умение работать с людьми, кроме хозяйственных навыков, умение выстраивать отношения с руководителями предприятий, ведомств, учреждений, любого ранга – федерального, регионального. Своё мнение насчет главных качеств будущего городоначальника высказали и сами избиратели. Все как один говорят, самое главное – забота о людях. Любить людей, любить своих сограждан в городе, делать все для блага народа, как говорится, и экологии. Честность в первую очередь, уверенность в себе. Мэром Хабаровска станет кандидат, который наберет простое большинство голосов. Срок его полномочий – 5 лет. Работа жилищно-коммунального хозяйства – одна из первостепенных задач, которыми придется заниматься новому мэру. По информации единой городской диспетчерской службы, сегодня в Хабаровске несколько аварийных отключений холодной воды. На улице Герасимова, 29, авария произошла в результате строительных работ. На улице Вяземская причиной отключения стала течь из-под земли. 10 сентября в Хабаровске начались отключения горячей воды в зоне ответственности ТЭЦ-3. Это почти 2000 жилых домов, 80 учреждений образования, 44 медучреждения и 2 социальных объекта. Что касается отключения горячей воды не по графику, то они тоже есть. В жилмассиве поселка Красная Речка с 6 сентября устраняется авария на газопроводе и проводятся гидравлические испытания трубопровода без горячей воды, 67 жилых домов, 3 школы и 3 детских сада. На улицах Запарина, Ленина и Гомарника идет капитальный ремонт. Вода не подается в 12 домов, детский дом и в 4 административных здания. Детский центр диагностики и лечения ранней близорукости планирует открыть в Нанайском районе офтальмолог из Хабаровска. Это личная инициатива молодого врача Анны Сергеевой. Деньги на реализацию проекта она получила по грантовой программе краевого правительства. Подробности у наших корреспондентов. Анна Сергеева – врач-офтальмолог 10-й городской больницы. Она работает с детьми. В последнее время участились случаи обращения пациентов из северных районов края, особенно из Нанайского. Известно, что такого количества детей, которые поступают сейчас, в тех районах не было. То есть сейчас участились случаи. В том числе и у нас находится большое количество детей, которые направляют с того района. У представителей коренного населения Хабаровского края особое строение глаза. Медицинские исследования показали, что они склонны к близорукости. Особенно эта проблема стала актуальна с появлением гаджетов у детей. В 10-ю городскую больницу дети поступают с заболеваниями глаз уже в средней или тяжелой форме. Если выявить нарушение на ранней стадии, лечение будет более быстрым и эффективным. Но проблема в том, что больницы отдаленных районов не имеют оборудования для диагностики. Впереди себя ты видишь сейчас зеленую звездочку. Да. Вот смотри на нее. Анна Сергеева предложила свои услуги в лечении детей Нанайского района. Уже в октябре она отправится в село Троицкое и в течение четырех месяцев будет вести прием местных жителей. Оборудование для диагностики ей предоставит Хабаровская городская больница номер 10, а работа будет оплачена за счет гранта. Анна Сергеева выиграла его в конкурсе молодежных проектов, который проводит правительство региона. Сумма – 300 тысяч рублей. У нас будет выездной центр, где буду я и медицинская сестра. Мы будем проводить полную диагностику у детей, у которых будет выявлено само по себе заболевание. То есть им будет назначаться комплекс лечения. В планах у Анны Сергеевой подать заявку и на президентский грант, чтобы открыть такой же выездной центр в Солнечном районе. 9 сентября 1992 года в Хабаровске открылось Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Первым консулом стал господин Суицинь. Далее исторический календарь. Открытию Генерального консульства на территории ближайшего иностранного государства предшествовало решение КНР развивать приграничную торговлю. В 1992 году Госсовет Китая объявил четыре сопредельных с Россией города зонами приграничного сотрудничества. В их число вошли Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэнхэ и Хунчунь. С этого времени китайская сторона активно ставит вопрос о совместных зонах свободной торговли на границе в районе основных пунктов пропуска. В том же году китайская сторона ввела упрощенный порядок пересечения границы, а в городе Хабаровске открылось Генеральное консульство Народной Республики. По этому случаю состоялся торжественный прием. Присутствовал специально прибывший посол КНР в России Ван Цзиньцин. Случай исключительный для такого события. Кстати, спустя три года, 10 сентября 1995-го, в Хабаровск приехал и отправился в поездку по краю новый, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Фан Линь. Закончились выходные, они были насыщены культурными событиями. Тем не менее, в рабочие дни также можно выбрать занятие по душе. В этом поможет наша традиционная рубрика-афиша. В киноцентре Голливуд состоится показ спектакля на большом экране «Метрополитен-опера Трубадур». В постановке знаменитой оперы Джузепе Верди в главных ролях заняты звезды мировой сцены Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский. Стоимость билетов 650 рублей. Мастер-класс по каллиграфии проводит для всех желающих школа иностранных языков поколения. Японская каллиграфия относится к самым изящным и популярным искусствам Японии. Каллиграфические работы оцениваются подобно произведениям живописи. В этих произведениях скрыт глубокий философский смысл. В ресторане «Перформанс» пройдет китайский ужин. Презентация национальных блюд организована в рамках фестиваля конкурса «Кухня без границ». Стоимость удовольствия 800 рублей. Необходима предварительная запись. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы. В событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!